Hello there! С вами Таня Старикова и сегодня мы знаете, что будем обсуждать Тимоти Шаламе. Ааа, как здорово! Конечно! Разберемся, откуда он, с каким акцентом он разговаривает, на каких языках и почему очень многие думают, что он британец. Но есть одно условие. Не начнем, пока вы не поставите лайк и не проверите, что вы подписаны точно на наш канал. Я жду. Я буду ждать. Я буду ждать лайк. Мы дальше будем показывать Тимоти Шаламе, так что это как бы в ваших интересах. Все. Ладно, давайте начинать. Давайте начнем прямо с имени, потому что, оказывается, для очень большого количества людей это прям проблема, как произносится Тимоти Шаламе. Во-первых, у него отец француз, поэтому как бы... Он так это формулирует в некоторых интервью, что типа... Вот он совсем юный на премьере Интерстеллара во Франции, и там он произносит Шаламе. А вот он на вручении какой-то премии, и его ударение перескочило на второй флог. Но очень многие называют его Тимоти или Тимоти, и он такой уже... Да и ладно, и Тимоти, и Тимоти, и Тимми, как угодно. Так что, в принципе, называйте как хотите, он не против, он правда сам это сказал на шоу Грэма Нортона. В целом, можете меня тоже называть Старикова, Старикова, будущая жена Тимоти Шаламе, как вам удобнее? И вообще, обычно проблема с произношением имени правильным возникает тогда, когда у человека какое-то смешанное происхождение, не очень понятно, на каком языке это имя. В принципе, у Тимоти Шаламе похожая история. Вообще, очень многие думали, что он британец, и в Твиттере реально прям был трет на тему того, что, типа, как так, что он не британец. Сейчас я вам расскажу. К этому, причем, не было никаких предпосылок, просто люди решили так думать. Тимоти, Тимоти, я теперь сама не понимаю, как произносить его имя. Раньше всегда было так легко, Тимоти Шаламе я говорила. Самый британско-выглядящий небританский человек. Отсюда можете запомнить фразу Мой мозг не может обработать какую-то информацию. Мне тоже нравится это. Для шутки хорошая, как будто бы, конструкция. Мы прям уверены в том, что нам нужно оплачивать этот счет в ресторане. И вот тут даже я как будто иногда удивляюсь. Действительно, Тимоти родом из Нью-Йорка, он вырос в Бронксе. Но его отец француз, поэтому он с детства знал и французский, и английский. И для меня он как будто бы ассоциировался тоже с европейским актером, но нет. Он прямо из Нью-Йорка, из Бронкса парень просто. А его мама причем еврейка с австрийскими и русскими корнями. Так что, если вы хотите родить кого-нибудь вроде Тимоти, Шоломе уточнила она, то нужно как-то экспериментировать с разнообразием генов. Как минимум, оформить шенген. А еще придется много общаться, и, скорее всего, не на русском, поэтому нужно подстраховаться и выучить английский. И вообще, вот Тимоти, кстати, отличный пример того, как круто разнообразие языков, которые ты знаешь, тебе помогает в жизни. Потому что столько подборок видео, как он отдает интервью на французском, на английском, на итальянском, и все такие. Как минимум, с английским языком мы точно можем вам помочь. И для того, чтобы вы выучили английский язык, Skyeng сделал уникальные курсы, на которых вы по персональному плану обучения обязательно достигнете следующего уровня в английском языке за три месяца. Это прямо исчисляемая цифра. Это прямо настолько обязательно, что если вы не перейдете на следующий уровень английского, то Skyeng доучит вас за свой счет, чтобы вы увидели вот этот вот прогресс, потому что он точно достижим. Мы обучили уже 150 тысяч человек, поэтому все измерили и уверены в результате. У вас будет персональный учитель, коуч, который еще поможет мне слиться, и возможность бесплатно посещать разговорные клубы для отработки навыка устной речи. В конце курса вы получите сертификат о повышении уровня по CEFR, Международной шкале владения иностранным языком. Все нормально, не пугайтесь. Просто как обычно, в ноябре неожиданно наступила черная пятница. Skyeng. Скидки на все курсы до 50%. Я про наши курсы по английскому для взрослых, и по школьным предметам, и программированию для детей. И это еще не все. Купите любой курс, и вы станете участником в розыгрыше айфонов, макбуков и других призов. Все это по промокоду акции BLACKFRIDAY23. Ссылка, как всегда, в описании. Запишитесь на бесплатную консультацию, и мы подберем лучший курс именно для вас. А мы продолжаем. Сейчас Шеломе один из главных секс-символов Голливуда. Но мы нашли видео из школы. Вот у нас всегда есть бабушка, которая показывает фотоальбомы, детских фотографий, и ты такой, о май гад, please no. Тимоти Шеломе в школе читает рэп. Вашему вниманию. Короче, у Тимоти в школе был предмет статистика, и он решил сделать вот такой вот проект. Причем получил за него C-, да, по-моему, да. Типа тройка с минусом. Я думаю, спустя годы Мисс Лоутон сильно пожалела о своем решении. В этой песне нет особо каких-то полезных для нас выражений, потому что он поет про статистические данные, типа Критерий хи-квадрат часто пригождается вам в диалогах. Короче, не скучная статистика с Тимоти Шеломе, если интересуетесь. Я буквально на секунду с офигенными новостями. Мы решили вернуть на канал ваш любимый формат. Интуристы возвращаются. На этот раз мы отправляем Дэна и Джордана в большой три по России. Я уже видела черновой монтаж, это просто пушка. Если хотите узнать больше, в описании я оставлю ссылку на телеграм-бот, где будет вся информация и дополнительные не вышедшие материалы. Ну все, я ухожу. Итак, как же начиналась его прям серьезная актерская карьера? Первый масштабный проект жизни Тимоти Шеломе был Интерстеллар. Помните сына Мэтью Макконахи, который еще потом вырос и стал Кейси Аффлеком? Вот это наш Тимоти. Он вообще очень сильно верил, что после этого фильма Нолана его заметят. Так сильно верил, что даже бросил колледж. Но на монтаже Нолан вырезал очень много сцен с Тимоти. И от главного монолога, на который больше всего рассчитывал Тимоти Шеломе, как на свой звездный час, Нолан оставил только звук. И сцена все-таки стала очень легендарной. Просто всю слабую себе забрал Мэтью Макконахи. Привет, Дад. Я чекусь. Я закончил 2nd в школе. Это Кирилл, который еще не был в С, так что он был в С, но 2nd не был в С. Грэнпа проведет церемонию О, я встретил другую девушку, папа Я думаю, что это она Нома Лоис Мерфи еще раз взял гранта Она уничтожила Она в порядке Мне сейчас так стало интересно Реально, вот как выглядели хотя бы Те кадры вообще Там же Тима Чешла Макс Барит Весь этот текст плачет Там рассказывает что-то, старается А этого даже и не видели А что Тинь-тинь делает? Ты слышишь что-то иногда? Тинь-тинь Ну, как мы знаем Он все-таки стал известным Потому что сейчас я сижу и рассказываю о нем в видео Потому что дальше у него шли Леди Бёрд фильм Я вот, кстати, позавчера его смотрела Очень трогательный, классный Call Me By Your Name О май гаад Дюна А скоро выходит Вилли Вонка Где Тимати будет играть главную роль И, кстати, для Call Me By Your Name Тимати выучил еще один язык Итальянский Так что можете послушать Как он звучит на всех языках И я вас пойму, если после этого видео вы передумаете учить английский И захотите учить французский или итальянский Но вообще на английском он говорит достаточно понятно На обычном американском вот этом вот звуке Поэтому можете смотреть спокойно в оригинале все фильмы с ним Или интервью Вы все поймете Вот, например, на шоу Грэма Нортона Он рассказывает о том, как проходила их первая репетиция с Арми Хаммером Для фильма Call Me By Your Name Кто не знает Это фильм о том, как молодой парень познает себя и влюбляется в друг Это происходит в Италии Все В России у нас такого не бывает Для России это фильм в жанре фантастика Выдумка Давайте посмотрим его интервью Репетиция Отличное выражение Обожаю его Разбить лед Как бы вот когда вы в разговоре, возможно, например, с незнакомым человеком Должны наладить контакт Разбить лед Хорошее выражение Дословно это будет типа под влиянием момента Но, наверное, правильно перевести типа спонтанно, импровизированно Но, в принципе, сюда подходит наше выражение в моменте Но, когда мы когда-то The first make out Первый поцелуй Make out это вообще Ну какое-то все романтично Типа там, понимали, встречаться, целоваться Если описывать процесс так же We are making out Мы типа целуемся We were making out Логичнее будет сказать Типа мы целовались Потому что пока мы целуемся Как-то нелогично вообще ничего говорить Обожаю смотреть вот эти все интервью их Грэм Нортон, конечно, очень классные вопросы Сдает и истории Их все супер Но если вы думаете Что вы еще пока не готовы Смотреть прям вот это вот все в оригинале И фильмы, например, Сима Тишлама в оригинале Может быть Это синдром самозванца Может быть на самом деле Все вы готовы Просто как-то непривычно Нужно клиниться в этот процесс Привыкнуть просто Короче, я вам советую Просто понять прям хорошо Свой уровень английского языка У нас есть очень тщательно проработанный тест От Skyeng Который поможет вам понять В каком месте изучения английского языка Вы сейчас находитесь Этот тест оценит ваши знания по разным составляющим языка Грамматика, письмо, аудирование В тесте, кстати, использованы голоса Дэни и Джордана Моих любимых соведущих Поэтому его очень интересно и забавно проходить А после прохождения теста Вы получите ваши персональные рекомендации О том, как лучше учить язык дальше Чтобы достичь ваших личных целей Что конкретно нужно еще подтянуть Так что переходите по ссылке в описании Чтобы понять, насколько легко Тимати Шаламе может достучаться до вашего сердечка Давайте еще посмотрим, как Тимати выступал на SNL С монологом про новогодний Нью-Йорк Он там уже чуть-чуть более понятно говорит Чем на шоу Грэма Нортона Он рассказывает, как проводил время в Нью-Йорке Своим родным, любимым Например То есть катался на санках по склону Крайслер Билдинг Такое детство Это вообще очень простое выражение Но просто мы как-то его забываем Потому что обычно весь вокабуляр Связанный с санками Проходится где-то в третьем классе Потом забывается очень быстро И дальше он рассказывает, что нет ничего лучше Чем есть Cheetos, пока ты едешь на F-Train В канун Рождества Что типа ничто не сравнится вот с этим F-Train это одна из двух линий Нью-Йоркского метрополитена И когда ты описываешь поезд Ты просто добавляешь как бы буквку Чтобы было понятно примерно Где проходил твой маршрут, где ты ехал В канун Рождества Ой, так уже хочется снимать какие-то видео Вот эти вот новогодние Про что это Christmas Eve Вот это вот все Очень-очень скорее уже Новый год Hold the pole, например, тоже очень полезное выражение Держаться за поручень И потом облизывать пальцы Эта шутка смешная Потому что она в момент пандемии примерно Там была пошучена Еще из полезного сленга Связанного с Тимати Шаламей Есть такое слово Это разговорное выражение Которое описывает определенный тип мужчин К которому как раз относится Тимати Твинк, это такое мальчишеское обаяние Тонкие аристократичные черты лица Густые каштановые волосы Когда вот кажется, что вот какую бы стрижку он не сделает Вообще неважно, все равно получится красиво Какие вот эти вот кудри Короче, твинк, поняли, да? И в запрещенной сети Которой тоже в России, конечно же, никто не пользуется Это выдука, это фантастика Есть аккаунт, короче, в котором автор показывает, как идеально Тимати Шаламе вписывается в шедевры живописи Вы просто посмотрите на эти картины Шаламейн Арт называется аккаунт Просто, ну, вот с этими гуслями Или что это такое? Ну, чисто голландская вот эта вот живопись Просто какая красота! Ну, какая красота! Последняя прям как вот серов Девочка с персиками А вот рядом в музее может висеть вот прям вот легко это При этом, мне кажется, что Тимати Шаламе Один из самых ярких примеров Вот этого спора про смартфон-фейс Про актеров, которые настолько идеально И как будто бы современно выглядят Что когда они попадают в исторические какие-то фильмы Когда Шаламе играл король Англии Что они как будто бы не вписываются туда Как будто бы слишком красивые Мне кажется, как раз нежность Тимати Шаламе Очень у многих вызывает вот такую оскомину Как от слишком сладкого чего-то Как будто бы слишком идеальный Не знаю Мне кажется, что он очень трудолюбивый парень Очень обаятельный С очень доброй какой-то харизмой Поэтому я за его успехами очень радостно слежу Умница Так что очень жду вторую дюну Ждем Виллионку И к этому моменту лучше быть подготовленными Пройти наш трехмесячный курс по английскому языку Ссылка в описании Ну и пишите в комментариях Как вам Тимати Шаламе Какие ваши любимые у него роли И с какой вот стороны этого дискурса Спора о том, насколько он сладкий, идеальный Слишком или достаточно Вы находитесь Очень интересно обсудить Ну а с вами были Тимати Шаламе Таня Старикова И онлайн школа английского языка Skyeng Goodbye See ya Субтитры сделал DimaTorzok